Добрый день, мы у вас в гостях. Да, вы залезли ко мне в Келью. Святая святых, можно сказать. Впечатлены, конечно, и книгами, и всем, что у вас здесь. Я не знаю, можно остаться и заночевать, посмотреть все. Десятых докторских здесь можно написать. Да, да. Со старой буду деньги выезжать. У вас очень много лекций в интернете. Вы начитываете? Не много, не много. Ну, как не много? Ну, штук 50, не много. Это не много, да? Я посмотрел, мы на канале запускали ваши лекции как раз по истории протестантизма, ну, скажем так, наших движений, евангельских движений. И меня заинтересовала тема, потому что я посмотрел, насколько параллельно органы сначала ВЧК, да, чекисты, и потом КГБ, работали с религиозными организациями. И все то, что происходило с Русской Православной Церковью, вот в период с 20 по 43, да, скажем так, 44 год, те же процессы были запущены и в протестантской среде. То есть чекисты работали по одному лекалу. Да. Ну, были и нюансы. Это связано со структурой, вообще со структурой церкви. Ну, во-первых, давайте с терминами разберемся немножко, потому что опять бутыница. Мой учитель и мой хороший друг Татьяна Никольская запустила этот термин русский протестантизм. На самом деле, давайте мы аккуратно будем это называть термином, потому что протестантизм все-таки государственная религия. А вот наследники реформации, радикальной реформации, это вот евангельское движение. К сожалению, в нашей реликоведении, начиная с дореволюционных времен, ну, тогда все просто делалось, было термин сектантство, да, и им он все... То есть были протестанты, были сектанты. Да, протестанты, которые люди ранили, реформаты, значит, англикане и какие-то другие еще отличные государственные органы. То есть там, где церковь стала государственной, да? Ну да, церковь же был и возглавлял же Лютеранскую церковь. Да, нет, на самом деле, если брать историю реформации, то мы знаем, что ни Лютер, ни Кальвин, ни Цвингли, ни Нокс, ни Генрих VII, они не собирались вообще церковь выводить из состава государственных. Потому что в этом суть проблемы, суть проблемы, да? И церковь исполняла в государстве целый ряд функций важных. Это и функции современного жакса, и функции полицейские, и обучающие, и масса функций, которые исполняла. Именно в этом причина гонения на сектантов до 1917 года, потому что они не вписывались вот в определенную конву. А может быть, если бы они не попадали вот под определенные... В этом проблема, да? Некрещенные дети, они выпадают из поля зрения государства. Раз не крещен, у них нет документов. Ну, целая-целая там проблема. Почему я об этом говорю? Наступил 18-й год, значит, 20 январь месяц, знаменитый декрет Ленина, об отделении церкви государства. Государство церкви, что сказали баптисты, евангельские, там, песятники. Песятники и все, потому что Воронок позже приехал, да? На несколько лет. Ну, будем говорить, северное крыло и в духе апостолов, да? Валилуя, ура, да мы ждали, мы молились десятилетия. Это же вот то, о чем мы ждали. Наконец-то Россия скинула все. Одинственный пункт был, который их не устраивал. Это то, что они не имеют юридического лица. Все. Потом под этот пункт отбор зданий, отбор имущества, отбор денег. И закрытие счетов. Ну, она закончилась чуть позже, она закончилась где-то в 22-м, 23-м году, когда начнут стрелять и выводить. И это неправда, что гони не начали в 29-м, как некоторые пишут. Ну, в 23-м году были запрещены воскресные школы, в 23-м году был арестован президиум съезда баптистов в Москве, военный вопрос, это известный. Был арестован Бараханов по тому же военному вопросу, но была проблема с обновляемцами, то есть там целый ряд. И фактически в 27-м году, как сейчас покажу документы, уже союзы остались без денег. У Бараханова еще были деньги? У него еще на пару лет хватило. А баптисты в 27-м году увольняют практически всех благовестников, нечем платить. То есть, энтузиарм – хорошее дело, но кушать-то надо, особенно если у вас уже 7 лет детей дома. То есть, энтузиарм – это замечательное дело, но пока у тебя не рожены детей и ответственности. Ты еще не такой седой, не такая борода, как у вас. Ну, я подбрил недавно. Вот. Поэтому система очень простая. Система простая. И там, и там идеология. То есть, и там, и там власть. Там царская, а тут советская. Она не собиралась ни с кем делиться своей идеологией. В православии было хребет, который надо было сломать. Сломать, чтобы другой. Хребеты его ломали. И надо сказать, что православие все сделал для того, чтобы 18-й год. Пусть не обижаются на меня священники. Вот все, чтобы был 17-й год, они последние лет 50, наверное, делали. Это борьба с инакомыслием. Она всегда порождает инакомыслие. Это система, которую никто не отменял никогда. Бить вот с инакомыслием, вместо того, чтобы быть гибкими. И 17-й год – это, в общем, порождение русской православной церкви. Потому что, когда громили церкви, никто не встал, пошел. Когда стреляли в Питере за два месяца, в Петрограде, тогда это был Петроград, расстреляли за два месяца, что-то несколько сотен священников на улицах. Никто не стал грудью батюшку защищать. Они же восприняли очень хорошо, и временно правительство поддержали. Да, да, да. И быстро царевские. Да, потому что это говорит об авторитете. Это говорит о авторитете, о системе. И советская власть, но советская власть пошла дальше. Сначала она собирала всех попутчиков, были даже оба наших сектантов. Она пыталась заниматься коммунами, колхозами, кооперативами. И сегодня все, так скажем, наши, евангельские, все воспринимают это как такой позитив, который со стороны советской власти был. Нет, это ложь. Это была большая ложь, потому что это была временная, как бы... Поймите, что советская власть взяла на ура. Ничего ж не было, да. Это к 22-му году на фронтах, к 21-му на фронтах 1 к 4-м, да, был перевез. А тогда, в общем-то, ну, там, это вот действительно была такая интересная провокация, ну, операция, потому что, ну, Ленин был гением, что не говорит, хотя, там, мы не будем что-то говорить о деньгах, это все известная история. Вот. Что произошло? Ну, где-то будет говорить с 1-го года, они поняли, что, ну, то есть, они уже, они поняли это давно. Они поняли, что, в общем-то, на самом деле, пора то, о чем мечтали, идеология. Идеология должна быть единая. Идеология была единая. То есть, партия и должна заменить православие, фактически. Если кто-то занимался началом 20-х или концом, там, 10-х годов, то есть, мы знаем, что там отмена, свободная любовь, мышление детей, то есть, вот эти эксперименты, калантай, то есть, все это, все это. Это же вопрос борьбы с православными, с идеологией, да, разбить брак, разбить отцовство, разбить многие вещи, да, а имущество оторвать от корней и так далее. Вот. И, вернусь, там, на несколько фраз назад, что мало было коммунистов там, начать-то. Не нужны были побутчики, а кто такие побутчики, да, обиженные. Кто обиженный? Сектанты. Тем более, будет Бреевич, к этому моменту уже, слыша, «Шеститомник» выпустил за границей, да, он уже, примерно, у него были отношения со всеми. То есть, о нем знали, его знали, в общем-то, и, собственно говоря, была попытка создавать сектантские колхожи, была попытка создавать различные коммуны, и тут, значит, возбудились все эмигранты, начали сюда пересылать средства, кооперативы. Технику какую-то сломать. Технику, почему, очень серьезно, судя по всему, вот мы тут обсуждали буквально пару дней назад, там, мы сейчас исследуем это интересное дело, не дело как, а целый процесс, да, очень серьезные объемы, серьезные объемы и серьезные, через кооперативы. Помощь, ну, то есть, запады. Ну, экономически шли, не то, что помощь, шло экономический оборот, то есть, серьезные объемы, серьезные масштабы, помощь, и уже, как бы, кооперативы делали серьезные вещи. То есть, почему их стали закрывать потом, потому что от них питались и организации, то есть, тот же Союз Баптистов, тот же Колосков, со своими трежинами, те же другие, там, толстовцы и так далее. Ну, опять же, по разному, объемы, по разному и так далее. Вот. Опять же, они это делали вынужденно, это было, они создавали вот эти вот сельхозкоммуны, не то, что было много, но несколько десятков, на самом деле, на страну, судя по всему, там, около 26 баптистских, около 30 колосковских, там, другие были, там, толстовцы, сейчас не буду. Но, тем не менее, все равно, это не вписывалось, все. Вот. Особенно, и когда более-менее наступил контроль над православием, еще не разгром православия, разгром православия, это 27-26, вот, а определен контроль, то встал очень интересный вопрос, военный, военный вопрос. И власть смогла этот вопрос мастерски использовать, чтобы расколоть движение. То есть, на самом деле, система очень старая, еще с римских времен, разделяя власть, да, ничего нового нет. Так боролись и с православием, так боролись с сектантами, так были с паптистами, с евангельскими. Вы знаете, я услышал новый термин. Вот к 43-му году, когда Сталин понял, что что-то не так идет, надо было, и один историк, итальянец, он вел термин здесь, для нас объединяй власть. Что здесь контроль лучше намного идет. Здесь другая ситуация была. Ну, давайте, возвратим их к 17-му. К Сталину мы сейчас вернемся, там другая ситуация, там не объединяй власть, там абсолютно была другая ситуация, уже к этому моменту была другая ситуация. Он, документы говорят о другом, документы говорят о другом, вот, именно если кое-что касается и вангельских землоприставов, и 50-ти. Но все равно же их всех объединяли, чтобы курировать и контролировать. И тут же разъединяли. Понятно, понятно, делили на всех. Их объединяли, потому что тогда, к тому моменту, если уж перенесемся нам в 20-е годы, уже была выставлена четкая модель любого государственного механизма. Пенетская организация, шахматного клуба, вертикаль и номенклатура. Она уже была сработана в 20-е годы, она еще не была сработана. Интересный термин для христиан номенклатуры. То есть создавали христианскую номенклатуру так же. Ну, попробуйте, нет, ну, если брать православный термин, попробуйте, сними епископа, который работает на власть. И образ перемещали в другой парк. Согласны? Ну, что и сегодня происходит. Ну, мы не будем критиковать сегодняшних иерархов, пускай они забираются с собой. Не то, что я боюсь, а потому что я мало об этом знаю. Пройдет время, другие спорники. А другие мои правнуки будут об этом писать, да, если Христос не придет. А там все будет понятно и так. Все все сказать. Понимаете, в чем дело? Любая государственная личность. Да. Личность, если она своя, то ее нужно просто перемещать, ее надо спасать. Если уж он совсем, ну, провалился, ну, тогда уж извини, там, тебя... Ну, в 20-х, вот, Ивановичковым вы назвали личность и фамилию. В 20-х годах не было такой системы, потому что в советской власти еще толком не было вертикали. Она только выстраивалась. Она выстраивается, там, в 26-м и 27-м году, там. Ну, в 30-м она совсем уже все будет четко. Даже в ЧК не было вертикали, там тоже был определенный хаос, там были отделы, там, если уж брать. Война только кончилась. Но вы считаете, они просто создавали, или они все-таки копировали подкальку с царского режима? Это позже будет. Это позже. Это уже 29-м. Изучали опыт и... Нет, опыт они изучали достаточно хорошо. Был в Союзе Восстужеботбожников, были достаточно неглупые люди, тот же Путинцев, да? Федор Путинцев. Кстати, прожил большую жизнь и умер в своем мире. Более того, я узнал недавно, что Кальнев, это или знаменитые антисектантские, знаете, он дожил до глубокой старости на Украине, чуть ли там не пережил войну отечественную, но и умер совершенно в своей постели. Тот же Чечков умер в своей постели, уволившись из органов и прожив еще там большую жизнь. То есть понимаете, в чем дело? Это были не глупые ребята. Это были ребята, которые действительно понимали, да, и учились. И они выполняли тот же, там, если брать вот те фамилии, которые занимались, ну, как бы трибуны, да? Вот. Они были, они прекрасно понимали, что творится. У них были консультанты. Несмотря на четыре класса образования, Чечков очень прекрасно понимал, что он делает. Как он делает? Если он смог за 10 лет расправиться с православием, с сектантством, это не глупые ребята. И уволится. Это очень не глупые люди. Уволится. Он понимал, что сейчас начнется, он уволился и дожил до глубокой старости. Потому что он уволился не самым старым человеком, то есть помоложе на славе. Вот. И дожил, там, и читал какие-то лекции в Сибири, там, что-то занимался. Интересно. То есть они чувствовали, это были не глупые люди, они прекрасно понимали. Не надо думать, что вот мы умные, а они дураки. Ну, кстати, вот я остановлюсь здесь. Большинство наших, Иван Исакирович, так и думает, что в 20-х годах какие-то глупые люди были, недалекие. А мы вот сегодня, у нас такой прогресс, у нас айфоны в руках, да? И мы умные по этому. Вы знаете, умные люди были и с этой стороны, и с другой стороны. Если уже отвечая на этот вопрос. Ведь одна из задач советской власти, послевоенной особенно, это было уничтожение интеллектуальной элиты религиозных организаций. Вы знаете, это было православие, это было литерарство, это было... Это было в ЕХБ, выбить элиту, не давать учиться и не вырастить. Это была целая стратегия, она прослеживается по всем инструктивным письмам. У нас, знаете, было восемь писем. И сегодня мы этим и живем. Вот. Мы сегодня имеем третье поколение, которое говорит, я не учился и не учился, и учиться не буду. И даже люди поступают в семинарии, они говорят, что ей надо эту книжку читать. А что нам еще эту книжку читать? Понимаешь? Если люди в то время говорили на шести языках, и... А Павел же на 24-х, вы знаете, что он говорит, на 24-х языках. Писал только на 9-день. Я говорю, выдохни студенты, писал только на 9-день. Ну, говорил, пробовать он мог писать на 24-х языках. Это человек, который имел только один год семинария. То есть вот... Я читаю сейчас переписку русских баптистов конца 19-го века. Это глыбы. Мы выпустили, я вам сейчас подарю книгу, она вышла на две недели, у нас здесь типографию. Это собрание сочинения Мазаева. Мы ждали Мазаева. Первый раз. Первый раз. Человек, который создал русский баптист по существу. Ну, как структур. И как я его считаю, я глыба. Это глыба. Это как бы до сегодня написано. Это настолько... Вот как раз. Вот как раз. Иван, мы здесь поместили 85 работ. Для Ивановича, которые были в принципе влекованы. Я сейчас собрал еще много неупубликованных письма. Я даже поместил такие проходные, знаете, на желобу дня, чтобы понятно, как человек думает. Как они думали, как они принимали решения, как вообще их логика. Почему они были против или за. Мы считаем, ой, ретрограды, Мазаев там какой-нибудь. Он цитирует отцов церкви, соборы. Он цитирует благие. Он спорит и аргументированно спорит. Он, как один мой друг, которому я дал рецензировать, Игорь Шайфулев написал предословие. Говорит, у меня два вопроса. Почему мы не читали этого раньше? И где эти люди? Где сейчас эти люди? Которые, которые действительно интеллектуалы были, клыбы были. Они не боялись поднимать никакие темы. Я вам подарю, если вы просто посмотрите, о чем он писал. О мощах, иконах, об Евхаристии, об устройстве церкви, о каких-то... Он не боялся этих тем, он не боялся их поднимать. Друзья не подпишут к нему. Да, да, подпишут обязательно. Вот, и 20-е годы. И власть понимала, что уже к 23-му году, значит, вернемся в 20-е годы, власть прекрасно понимала, что нужно с нами бороться, потому что никакие мы не коммунисты. И не попутчики. И не попутчики. Если попутчики, то случайно и очень неприятные. А тут мы еще и растем. Тут у нас к 26-му году у нас еще 400 тысяч баптистов. Если там на 11-й год был 50, то тысяч, то здесь 400 тысяч. А баптисты, вы знаете, они очень тщательно читают людей. И у них ни захожане, ни прихожане, ни члены. Ну, то же самое у трезвенников, у 50-ников. Да, ну, не считая трезвенников, плюс 300 тысяч евангельских прохановцев. Ну, то есть, в общем-то, ну, где-то цифра близкая к коммунистическому. Это после Ленинского призыва партия 2,5 миллиона набрала. Это было, в общем, примерно сопоставимые цифры. Ну, я привожу пример, что в Сибири там был же Бобсмол, были молодежные организации, и они были интереснее комсомольских. Потому что комсомольские организации, ну, мягко говоря, сейчас их назвали бы плохой молодежью. Потому что это, ну, беспорядочные связи, идеал комсомолки, да, в коже тут же руки, красная косынка или синяя блузка, и беломор в руках, и самогон под это самое. Вот, и вот этот спор, может ли комсомолка отказать комсомольцу, его естественных храблицах, это не может. Вот, не должна, по крайней мере. Ну, то есть, патриархальной стране это не нравилось. И смотря на то, что, в общем-то, даже не смотря на то, что православие уже, как бы, было не в авторитете, но, мягко говоря, это не нравилось. Это сейчас все нравится, да. Да и то уже, как бы, надоело, мягко говоря. Ну, если вы помните, это начало 90-х, то это очень сильно, конечно, 80-е, да, наша с вами молодость, да. Ну, это нравилось. Это было интересно, да, после закрытия. Ну, сейчас мы понимаем, что это, в общем-то, не работает, не созидает. Хочется семью, хочется детей, хочется, в общем-то, нормальных. Ну, нормальную жизнь, да. Вот. И тогда мы не вписывались, вот, с войны, нужно было развалить вот эту, сломать хребет, как-то сломать, как сломать. И тут подвернулся тучку военный вопрос. Потому что сам военный вопрос-то выеденного яйца не стоил. Вот, потому что мы... Ну, напомню историю военного вопроса. В 2019 году Советская ООС дает декрет. До сих пор это гадочный, для меня непонятный. У меня больше вопросов, в общем, ответов к этому декрету. Об освобождении от воинской службы по религиозному пути. То есть, 4 января, по-моему, они его сдали. Сейчас напомню уже точно цифру. Вот. Если ты, по религиозному убеждению, не можешь брать ни хуку, ты можешь написать, подать суд, есть комиссия, были, при судах были комиссии, состоящие из... Вот. И тебя освобождали, ты получал такое удостоверение, и все, и тебя не расстреливали. Потому что тогда расстреливали за то, что ты не шел воевать за советскую власть, не как говори. Да? Вот. Это сейчас за убийство 7 лет дают. Да, а тогда расстреливали сразу никто. За то, что ты берешь руки, руля, никто с тобой не шумбирал. Вот, в расход. И, конечно, все конфессии, даже те, кто не были пацифистами по жизни, они, в общем-то... Воспользовались. Да. Почему? Почему воспользовались? Тут надо понимать, опять же, контекст. Что такое гражданская война? Вас забрали красным, меня к белым, его Макновцы забрали. Почему не то, что это самое, не пойдешь, мы сейчас твою жену, сейчас, ты снасилуем, и детей, и дети вон там в канавку с разбитыми, и еще коня заберем, да? Вот. Ну, мягко говоря, пойдешь, да, тут. И это не твой выбор. Это масса... Половина церкви у белых, у белых, у красных, один диакон у белых, у другого у красных. Значит, это не твой какой-то выбор, там, идеологический, да, вот, за власть, за победу, за против Деникина, а в течение определенных обстоятельств, да, которые, в общем-то... Вот, и тут такая штука, можно получить документы, и не стрелью в брата, потому что проблема в том, что не то, что не убей, то, что я попаду в том, с кого я, с кем я молюсь, с кем я вечерю разделяю, с кем я на небе буду, понимаете, вот, я его убью. То есть не то, что я убью врага, который залез ко мне в дом, там, или там, не то, что, естественно, кстати, очень интересно, вы знаете, что кто-то Чанки придумал первые? Нет. Менониты. А, читал где-то, читал, да. Самая мирная конфессия вообще в мире, да. Вспоминаю, читал о Менонитах. Вы знаете, что Менониты принципиально не берут, принципиально, у них пацифизм выше, чем все остальное. Ну, это наши. Наши Менониты. Наши Менониты, почему, потому что, потому что махновские банды достали, мягко говоря, и нужно было защищать, сколько можно, нужно было ставить, поставили пулемет на эту самую Толчанку, она называлась, вот, и, значит, вот потом переняли все уже Буденовцы, и Белые, и махновцы, и все бандиты переняли эту идею. А идея-то принадлежит самым мирным вообще, одной из самых мирных конфессий вообще в мире евангельских. Даже христианских, можно сказать, Менониты, это, у них там, у них пацифизм прописан в, это сам, вот на уровне, там, примерно как развод Бабдитов, примерно вот как-то вот так вот. То есть, и воспользовались. И что это значит? Это значит, что в церковь стали попадать неверующие люди. Просто за билетом шли. Конечно, ну, причем не то, что они как бы были совсем чужие, это были родственники, друзья, соседи, ну, жалко же, ребят. Потом, и церковь дополнила людьми. И Тучков проанализировал эту ситуацию, арестован Проханов, его создавляют без оконтречения. Там все проще было, хотя вышли потом савельевцы, савельевцы, слышали, может, эту историю знаменитую. Эта церковь, которая вышла в Москве из евангельских, потом практически они все будут, будут, все будут репрессированы. То есть, не расстреляны, но репрессированы, там, 400 человек, там, все продают саловки, лагеря, то есть, они, вот, Савельев, Савельев доживет до глубокой старости и участвует в совещании 44-го года. Так, между прочим, вот, фабрикант имел четыре фабрики в Москве до революции, то есть, такой человек, о, серьезный, ну, будем говорить, не Люмпин, не, не, не Люмпин, вот. У баптистов было сложнее. Дело в том, что у прохановцев, хотя это, в принципе, те же самые баптисты, свободная воля, в общем-то. Ну, разделили, разделили их чекисты все-таки. Да, да, конечно, чекисты. Там, там все-таки у проханов был, у нас такой авторитет, что все его смотрели, да, вот, когда он макнел там, там все было проще, его заставили ответственность. А баптисты все-таки это, это автономная церковь, это, в общем-то, и у баптистов было много лидеров, ну, десятка два, три такие, что, которые могли, вот, они равны. Вот у него, у них был реальный, вот, проханов в тот момент над всеми сиял, да, все остальные были просто, вот, ниже, да. У баптистов все было по-другому. Там было несколько десятков человек, которые, в общем-то, были с неравных, что называются, они, каждый мог, собосновить союз, каждый мог, вот, то есть, они, для них не было там, ах, там, Павлов, ах, там, нет, это, такой же, как и мы, и все хуже, вот, 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 то есть, вот, то есть, и поэтому их сложно было разделить. Тучков лично приходит на съезд, сидит в первом ряду, и когда прошло голосование, голосование не приняло решение. Военный вопрос, да, имени? Не приняло военный вопрос, тогда вошли солдаты, арестовали всех тех президентов, кто голосовал против, вывели, Тучков, что это продолжается заседать. То есть, понимаете, вот, ситуацию, вот, я... Причем психолог был тонкий. Посмотрите, ситуацию, вот, верующих братьев, то есть, там же не простые люди сидели, там сидели люди, уполномоченные в церкви, это баптисты, это не какой-то некритурный аппарат, это люди, которые, личная вера, это за ними община, автономия, община, то есть, это не... То есть, они могли выйти, они могли, как бы, то есть, не надо думать, что вот баптисты, это и стройная система. Баптисты, это и есть автономия, поэтому и с ними так тяжело воевать. Поэтому советские судьи баптистов разгромили очень сильно, евангельские потом все их бы возглавили. Вот, ну, в конце концов, после ареста братьев, ну, проголосовали как надо, понимаете, да. Вот, и начались проблемы, начались проблемы, пришлось правление, поменяя там членоправление, мы поехали в ссылку, Тимошенко, Павлов, там еще несколько человек, ременданта, они поехали в ссылку, потому что у них, ну, они были не согласны. Вот, тяжелый момент, да, этот вопрос подорожит до сих пор, то есть, вот, мастерский вопрос подорожит до сих пор. Ну, а к 27-му году уже было, в общем-то, советская власть окрепла, на позже. И надо сказать, что все, все евангельские, значит, сообщества, я всех беру, и толстовцев даже, они воспользуются НЭПом, и, в общем-то, кооперативы разные. Приятия, ну. Ну, нужно, во-первых, надо понимать, что это сегодня мы какие-то, ну, мне кажется, мы выходим из этого кризиса, но вот этот кризис конца 90-х, когда к нам пошли во все конфессии, вот люди, будем говорить, ну, ну, благодаря репсентрам, тюремному сложению, пошли люди, как бы, которые, в общем-то, не устроились в обществе, если бы не прошло, чтобы точить и набить братьев, так же любимые, да. Любовины, да? Ну, не любины даже, которые, в общем-то, ну, вот, какие-то пивы, ну, а вообще баптисты были, кто такой вообще баптист, да, вот, 17, 18, 19, это человек, который может оставить свое убеждение, он готов за них страдать, у него большая семья, он работает, у него бизнес, у него там какие-то дела, он при приличах, он идет против течения, против течения нельзя быть люмпенным. Ну, да. Нужно быть ищенным. Ему надо выживать. Почему они в эмиграции выживали? Почему они приезжают в Америку, начинают выживать, поднимаются в Америке? Почему они их княют куда-то в Весеннюю Азию, переселение там, там они начинают подниматься? Почему? Потому что это люди, которые совершенно по-другому воспринимают мир. Вообще, это вот евангельские, это и писядников относятся, и адвентистов относятся, я не хочу сейчас выделять баптист, просто я ими занимаюсь, да. То есть это люди, которые, вот, у него куча детей, он должен работать, он не мыслит там какие-то, вот, на подачке жить, он, плюс он миссией занимается, плюс он занимается там, то есть это человек, который, ну, будем говорить, очень активный. Почему баптисты Америку уже задавали, да? Ну, не только баптисты. Ну, там, видите, евангельский блок, он... Потому что если бы меня Бог сюда поставил, перед ним, он же какой-то цель, он со мной, значит, должен активно. Самая баптистская книга, это какая книга, знаете, читаем во всем мире. Все считаются путешествием Велегрема, да? Ну, да, да. Да, на самом деле, Робинджон Крузен. Просто в наших русских изданиях ранних убрали все святаты из Библии. Сейчас, говорят, переиздали, но у меня еще нет нового издания. Было переиздание, да, я видел уже. Почему? Я вот, когда студентам рассказываю, говорю, человек жил, ты выживаешь в самых словах, ты один, Бог с тобой, и ты начинаешь, и ты выживаешь. Не просто выживаешь, а ты еще у себя устраиваешь, вот. Это то, что хотела из нашего евангельского... Это не только к баптистам относится, это и Минамид, и многие другие. Это то, что хотела выжить советская власть, то, что хотела уничтожить. Потому что нужно было галхоза, ходить с троем, всем быть единым, Северная Корея, да? Вот, мечта управляемый народ, да? Мечта колхоза, значит, ну, если удастся прыгнуть в мукултурный лифт, или какой-нибудь там другой лифт, там, соисписатели, там, еще, то есть, как-то вот, выбросы наружу. А здесь ребята шли против течения. Почему-то, что они другие были, там, мысль другая. Он гад, у него, там, вот, кулак. Посмотри, у него, там, четыре лошади, а у меня ни одну, там, у него трактор. Вот, что у него девять детей, там, и... И ниждемене, ни человек сорок, никого это не интересует, да? Вот, и он не такой, как мы. Раскулачить, отправить, выселить, раз это самое, мужиков тебе купить. А тут еще, вот, и поэтому были введены массы веселья, так, говорю, запрещено деятельность во религиозном образовании. Потом была, я знаю, может, вы слышали, введена скважная неделя, где воскресенья не было. Семидневка, но она крутилась, и все работали по графику. И когда у тебя выходной? Не понятно. Или во вторник, или в четверг, или... Может, раз в четыре месяца, там, воскресенье выпадет. Вот, ну, поэтому собирались каждый день, чтобы... Вот. Ну, это вот, вкратце, я говорю, военный вопрос, потом вопрос обрезания финансирования, снимания земли. Значит, кто-то уходил в тихое... Вот мы сейчас исследуем некоторые такие судьбы до конца, которые люди просто уходили в тень, делали потом хорошую карьеру. Ну, в советском, ну, оставались верующими. То есть, они никуда не посещали ничего. Хотя это не характерно для общества, но, тем не менее, такие люди тоже были. Поэтому, ну, вот, смотрите, к 35-му году у нее осталось практически не открытой ни одной церкви. Потому... О, да. Было отжилло ряд постановлений о сектанстве, там. Ну, и в апреле 29-го года, 8-го апреля 29-го года, выходит знаменитое постановление о религиозном объединении. Ну, мы знаем с вами, что это постановление действовало до 1994-го года. По нему и жили. То есть, мы по нему и жили. Смысл закрыть религиозное объединение, любое, православное, католическое, иудейское, буддистское, баптистское, вот в своем... В своей песочнице, скажем так. Ну, в банке, в баночке. Даже не песочнице, в баночке, да. И оно должно умереть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!